Компания Амазон Компания Амазон Хорошо это или плохо решать не нам, но работает FIRE достаточно шустро и перемещаться по меню удобно. Без создания своего Amazon ID с планшетом делать нечего. После регистрации вы можете погулять по магазину Amazon, но купить что-либо у вас вряд ли получится. Даже бесплатные программы не скачиваются. Планшет можно подключить кабелем к ПК и загрузить желаемый контент. Но вот устройство его вряд ли увидит. Книжки не будут распознаны, видео не захочет нормально показываться. Только с музыкой проблем возникнуть не должно. Русской клавиатуры здесь нет, однако стоит помнить, что глубоко внутри здесь сидит Android, который поддается кастомизации. Вполне стандартным способом на аппарат можно закинуть АПК-файл программы и установить ее. Мы перепробовали не так много, но все заработало. В итоге мы получили вполне универсальную читалку FB Reader. Игрушка Cut the Rope также пошла без проблем. Одной из фишек FIRE является фирменный браузер Silk. Он оптимизирует содержимое сайта через свои серверы, в результате чего странички грузятся быстрее. Нас очень порадовало время работы. Просмотр видео около 4 часов, серфинг в сети 6,5 часов чтения около 8. В режиме ожидания планшет может жить недели напролет. Подытожим. Советуем не вестись на дешевизну Kindle Fire. Здесь нет камеры, нет микрофона, даже кабеля в комплекте нет. Без рабочих сервисов Amazon перед нами не такое уж и интересное устройство. К сожалению, порекомендовать Amazon Kindle Fire мы можем только любителям взламывать и улучшать гаджеты. Остальным советуем подумать, стоит ли гаджет своих 8 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok